Всем привет! Это небольшой гайд, как научиться правильно управлять Мэйвингом. Как разгонять его до огромных скоростей и за секунды пересекать колоссальные расстояния. Мэйвинг позволит нам пересечь карту Фьердур буквально за 10-15 секунд. Во-первых, на значение клавиш клавиатуры мы должны переназначить вот эту вот кнопочку, режим бега и ходьбы, на ту, которая будет вам удобна. Мы переназначим ее на кнопочку Tab. Если она у вас не занята. Если она у вас занята, тогда попробуйте любую другую кнопку, но которая будет находиться у вас рядом с кнопками VASD, которыми вы управляете обычно живкой и персонажем. У меня это кнопочка Tab. Чтобы Мэйвингу просто прыгнуть, мы просто нажимаем один раз пробел. Для того, чтобы прыгнуть высоко, мы зажимаем клавишу пробел и отпускаем ее. Теперь мы зажимаем клавишу Shift и мы летим. Причем нам даже не обязательно нажимать клавишу вперед. То есть Мэйвинг будет просто лететь, когда мы зажимаем клавишу Shift. Я убираю мизинец клавиши Shift и нажимаю просто один раз табуляцию. И все. И теперь Мэйвинг просто летит. В любую сторону, какую бы мы ни посмотрели, он просто летит. Если Мэйвинг летит в одном направлении и не изменяет высоту, то он не будет терять скорости. Самое главное, что не направлять его вверх. Когда вы направляете его вверх, видите, да, он начинает сразу же терять высоту. Если же вы будете лететь немножко вниз, то Мэйвинг будет лететь плюс-минус той же скоростью. Разгоняться он сильно тоже не будет. Но нам нужно научиться, как управлять Мэйвингом так, чтобы он разгонялся до очень высоких скоростей. Но чтобы нам разогнать Мэйвинга до больших скоростей, нам нужно снова прыгнуть. Снова нажимаем клавишу Tab и отпускаем ее. И Мэйвинг будет сам лететь. Для того, чтобы разогнать Мэйвинг, нам нужно сделать небольшое пике. И потом резко выйти из него. Можно также вверх, а можно влево или вправо. К примеру, вот так и вот так. И все. Мэйвинг летит уже с огромной скоростью. В такой скорости Мэйвинг будет быстрее любой виверны, птера или любого другого летающего существа. Но, к сожалению, когда мы выходим из пике наверх, то есть шанс затормозить его снова. То есть вот так, когда мы делаем вот так, Мэйвинг тормозит. И второй вариант выхода из пике мы делаем нырок и улетаем, к примеру, вправо. Или влево, неважно. И вот мы уже Мэйвинга разогнали до довольно большой скорости. Чтобы разогнать Мэйвинга еще сильнее, выбираем какую-то площадочку, на которой будет как можно меньше препятствий в виде камней, живности или деревьев. Разгоняемся, удерживаем пробел и снова прыгаем. Таким образом, Мэйвинг прыгает еще выше, чем когда вы просто удерживаете пробел. И точно так же мы сразу же делаем пике и выход из него. И вот, пожалуйста, мы разогнались довольно до большой скорости. Это не самая быстрая скорость Мэйвинга, разогнать его можно еще сильнее. Чтобы было понятно, какая скорость у Мэйвинга, вот я сейчас лечу над землей, и вы видите, что в принципе скорость эта довольно большая. Но для того, чтобы овладеть искусством управления Мэйвинга в идеале, я думаю, вам придется немного потренироваться. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик. И до встречи в следующих видео. А также практически каждый день я стримлю, так что заходите на стримы, буду рад всех видеть. Всем спасибо, все свободны. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok